Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание учебника математика 6 класс, авторы Мюзляк-Полонский и Кир под номером 148. Докажите, что первая пара чисел взаимно простые, а вторая пара чисел не являются взаимно простыми. Мы знаем с вами определение. Если наибольший общий делитель двух натуральных чисел равен единице, то их называют взаимно простыми. Если же наибольший общий делитель двух чисел отличен от единицы, то тогда числа не являются взаимно простыми. Итак, по цифре 1. Разложим на простые множители каждое из этих чисел. 364. 364. Число четное, потому что оканчивается четная цифра, значит делится на целом на 2. 200 делим на целом на 2, 100. 160 делим на 2, 80. И 4 делим на 2, это 2. 182. Опять четное число, делим на 2, получаем 91. 91 не делится на 2, не делится на 3, потому что сумма цифры не делится на 3, не делится на 5, потому что не оканчивается единицей. Делится ли 91 на 70? 91 можно представить как 70 плюс 21. Каждая слагаемая делится на 7, значит, это число делится на 7. 70 делим на 7, 10. 21 делим на 7, 3. Получаем 13. 13 это простое число. Второе число у нас 495. Это число нечетное. На 2 оно не делится. На 3 проверяем. 4 плюс 9, 13. 13 плюс 5, 18. Число делится на 3. То, что сумма цифр 18 делится на 3. 300 делим на 3, 100. 180 делим на 3, 6, 60. И 15 делим на 3, 5. 165. Когда мы прибавляем 6, 7. 7 плюс 5, 12. Делится на 3, значит, число делится на 3. 150 делим на 3, 50. И 15 делим на 3, 5. 55 делится на 5, 11. Берем по 11. Это 1. Итак, теперь посмотрим в разложении на простые числа и не видим общих делителей. Это говорит о том, что наши числа взаимно простые. Их общий делитель будет единичка. Итак, наибольший общий делитель чисел 364 и 490. 395 равен 1. Потому что общих делителей у этих чисел, кроме единички, нет. По цифре 2. Раскладываем на простые множители число 380 и число 399. Но, возможно, нам и не понадобится, если мы с вами посмотрим на эти числа. Итак, эти числа одно четное, одно нечетное. Значит, 2 не является общим делителем. Сумма цифр. К 3 прибавляем 8. Получаем 11. Не делится на 3. Значит, число на 3 не делится. А 399 делится на 3. Но делитель второго числа не является делителем первого. На 5 эти числа не делится, потому что второе число не оканчивается ни на 0, ни на 5. На 7 нужно будет проверить. На 11 тоже эти числа не делится. Итак, разложим все-таки эти числа на простые множители. Итак, 380 делится на 2, потому что оканчивается с четной цифрой. 200 делим на 2, получаем 100. И 180 делим на 2, 90. Делим на 2. 180 делим на 2, 90. И 10 делим на 2, 5. 95 делим на 5. 50 делим на 5, 10. 45 делим на 5, 19. 19 – это простое число. 1. Следующее число – 399. Делится на 3. Получаем 133. 133 сумма цифр не делится на 3. Но давайте мы посмотрим. 133 можно разложить на слагаемые 70 и 63. Получается 133. И 70 и 63 делится на 7. Значит, это число делится на 7. Получается 19. И 19 – это простое число. Итак, мы видим, что у нас есть общий делитель, отличный от единицы для этих чисел. Он равен 19. Поэтому наибольший общий делитель этих чисел будет не единица. Значит, эти числа невзаимно простые. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, оставляйте их в комментариях к этому видео. До новых встреч!